Прямые ножки у столовой стулья смотрятся не очень эстетично, поэтому на таких ножках лучше делать сужение, чтобы конец ножки был уже, чем основание. Примерно вот таким образом. Обычно такие сужения делаются либо на циркулярной пиле, либо на леточной пиле, но после такой обработки поверхности распила остаются грубыми, приходится долго шлифовать, поэтому есть более простой, точный и аккуратный метод изготовления таких сужений на рейсмусе. Для этого используется простое приспособление. Оно представляет собой лист фанеры, на котором установлены упоры. И таким образом мы изменяем угол вхождения заготовки в рейсмус. Вот здесь есть такая прокладка примерно толщиной 1 см. То есть нам нужно, чтобы конец ножки стал тоньше примерно на 1 см, чем основание. Мы покладываем также в середине такой брусок, чтобы валики рейсмуса не продавили ножку. И ставим упор, который не дает выскорить ножки вперед. И начинаем обрабатывать. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вот мы сняли материал под углом примерно вот до этого уровня. Можно снять, конечно, до конца, но нам это не нужно, поскольку потом неудобно будет крепить царки. Вот теперь обрабатываем вторую сторону. То есть вот нужно снять до этого уровня, но отмечать здесь, конечно, не надо. Нужно просто заметить положение рейсмуса. Обрабатываем вторую сторону. Мы получили вот такую ножку, у которой с двух сторон сделано скругление. То есть у нас основание было 40 на 40, а окончание ножки получилось 32 на 32. Мы сделали с двух сторон сужение. Вот если нужно делать сужение с четырех сторон, то в этом случае придется подложить в основание еще один брусок, равный толщине снятого материала. Тогда мы получим ровное сужение со всех четырех сторон. Таким образом мы можем достаточно быстро получить точную копию всех четырех ножек. И минимум времени затратить на дальнейшую обработку, на шлифовку.